Я пришел к пониманию, что в бизнесе у вас должен быть отдельный человек, который называют финансист, который постоянно ищет деньги для вашей компании. Его основная задача всегда при токе, оттоке почитать, наладить. Его задача финансировать, то есть бюджетирование и планирование, с бесстоимостью и так далее. Вы говорите, что давайте выпускаем, начнем открывать этот магазин. Ваши финансисты должны почитать вам и сказать, выгодно вам или нет. Вы говорите, давайте наладим новую линейку, новый ассортимент продукта. Ваши финансисты должны почитать вам и говорить, это вам подходит или не подходит? Преждевременно или не преждевременно? По деньгам как? Если ваш маркетолог подходит и говорит, давайте запускаем дополнительный продукт, потому что рынок требует этого. Рынок хочет, чтобы мы дополнительный продукт создали. Вот такой-такой продукт. Это в будущем актуально. Хорошо. А ваш финансист должен почти видеть, настолько это выгодно вашей компании сегодня. Вот. Поэтому единственное, вот видите, в бизнесе очень важно, чтобы каждую проблему один отдельный человек решал. Один из важных вещей – это финансист. Какую проблему он должен решать? Постоянно деньги. Его задача – постоянно искать деньги. Вот это для инвестиционной деятельности. Его задача – что искать? Деньги. И вы должны понимать, что в бизнесе все распределено. Вот это очень-очень важно. Наша задача, я сейчас попозже напишу. Внимание. Владелец, бизнес должен отвечать за три важные вопроса. А все остальное – не ваша задача. Три важные вопроса. Самый первый – это стратегия. У вас вы должны четко сидеть, обдумать стратегию вместе со своим руководителем, которые это направление будут помогать вам достигать эту цель. Руководитель ответит. То есть владелец отвечает за три вещи. Первый – это стратегия. Второй – это люди, команда. Нужно найти правильных людей. Смотрите, сначала мы имеем какую-то определенную стратегию, определенную какую-то цель. И наша задача – найти того, кто помогает нам эту цель достигать. Я повторю. Наша задача что? Это найти людей, кто помогает нам эту цель достигать. Это одна из самых важных вещей. Команда. Правильных людей найти. И третья вещь – это ресурсы. Ресурсы. А крупные ресурсы и так далее, вы разговариваете, вы договариваетесь и так далее, и так далее. Но, смотрите, но ваш финансист тоже ищет вам деньги, потому что вы не финансист. Он находит, обдумает документацию, оформление, подгоняет, как должно быть. А ведете переговоры вы. Кто мне понял? Его задача – искать разные варианты, обдумать и подгонять. Все. Ага. Вот это сейчас можно с этого там. А это сейчас можно с банка. А это сейчас можно акции выпускать. А это сейчас можно облигации. А это сейчас… Но если какие-то крупные инвестиции и так далее, переговоры ведете вы. Ваша работа вот только в этом заключается. Если человек занимается только этим, владелец должен заниматься только этими. И дело пойдет очень хорошо. Но если владелец начинается заниматься другими делами, соответственно, этого никому будут делать. При обращении понимания, что каждое направление вашего бизнеса, каждый за что-то правильно отвечает. За привлечение деньги, за то, чтобы компания была рентабельной и так далее. Кто в ответе? Финансист считает это все. Каждый продукт, каждый это услуги и так далее. Второй кадровый вопрос. Кто решает? HR. Вы не должны искать, где найти там бухгалтера, где найти там администратора, где найти завскладчика, где найти там кого-то. Его задача найти, воспитать, подготовить, аттестацию привести, статистику внедрять, KPI поставить. Человек не справляется ротаться делать, либо увольнять, либо найти нового. Все кадровые вопросы должен человек решать. Не вы должны думать, где его найти, откуда брат, как и так, и так далее, и так далее. Все, скажем, продукт, кто должен, это кадровые вопросы, правильно? Все продукты, ходовой товарный, ходовой, сезонность, несезонность, из Киу, какое количество ассортимент, ходовой товар, по сезонам сколько, больше, меньше, и так далее, и так далее, все связаны с продуктом. Кто должен решать? Категориный менеджер. Категориный менеджер должен решать весь проблема с продуктами. Сколько на полке, какой товар должно быть, когда. Его жизненный цикл, за сколько время период заказать, поздно заказать, какой объем заказать. И должны его основная задача все это делать. Маленьким компаниям плюс к этому он еще делает логистику. Если крупная компания с одной логистикой делает другой человек. А если компания совсем маленькая, именно он должен найти параллельно транспорт, который этим занимается. Если компания маленькая, и логистика он тоже делает. А если крупная компания, логистика занимается отдельный человек. Доставка товара, отправка товара, контрол товара, куда пришел, засколка, где. Крупные партии, маленькие партии и так далее. Вот это все логистика. Отдельный человек должен заниматься, если компания чуть станет побольше, покрупнее и так далее. Видите, везде должно быть пооддельный человек, который отвечает на это все. Контролирует, отвечает и так далее. Продажа кто должен делать. Руководитель отдела продаж РОП, это его, или коммерческий директор его называет, либо руководитель продаж называет, или коммерческий директор, это тот, кто контролирует продаж, создает продаж, разработает отдел продаж, формирует, внедряет книга продаж, скрипты продаж и так далее, и так далее. Его задача, кадры находят к нему, кто кадры находит? ИЧАР, и он занимается их обучениями, внедрениями, мотивациями, раскрутками и так далее. Это его работа. Каждый должен делать то, что он должен делать. Вот здесь видите, что мы говорили? Мы сказали команда. Кого мы подразумеваем под это слово команда? Только исполнитель директора. Правильного человека найдите, потом не мешайте ему. Он сам пусть этих людей подберет, потому что если вы подберете этих людей, они не будут слышать исполнителя директора. Ну, свой опыт я видел. Если кого-то я нанимал, иногда мне исполнитель директора сказал, может быть, вместе приведем собеседование нанимать этого комиссии директора или там логистика, или там ропа, а потом получается, что я его нанимал, черт побери. И он меня слышит, и он не слышит. Когда меня нет, он его не слышит. Обычно же мы что хотим? Мы хотим, чтобы нанимать людей сильнее, чем себя. Например, так? И вспомните, я вам что сказал. Что является показателем, команда есть или нет? Если в каждом блоке есть человек, который более профессионал в своем области, чем вы. Так же? Дальше, шестой. Рыник создавать. Нам нужно, чтобы кто-то рынок создал. Это здесь продажа, да? Это здесь доставка и так далее товара. Здесь нам нужно, чтобы кто-то рынок создал. Поток людей. Категориный менеджер. Категориный менеджер, который полностью продукт контролирует. Продукт смотрит. Искиус смотрит. Какой ассортимент уже нельзя заказать. Например, этот ассортимент уже из тренда вышел. Он контролирует, соблюдает тренды. Он смотрит, на что больше спроса и так далее. И какой товар, ходовой товар. И чтобы недополученный прибыль от него зависит. Помните, пожалуйста. Кто из вас часто по сезонам не успевает? У кого из вас часто ходовой товар все-таки иногда неделю, иногда два дня, иногда пять дней нету на полке. Честно поднимите руки. Вот. Присходит это. Вот. Это связано с тем, что вот этого человека нету, который все контролирует. Вот это контрол вовремя, именно чтобы на полке было всегда ходовой товар, это делает вас сильнее, чем конкурентов. Чтобы не было остатки и так далее. Чтобы не получилось так, чтобы много накопилось, чтобы потом скидками продавать и так далее. Вот это его работа. Продажа. Роб, кто рынок создает? Маркетолог. Маркетолог создал рынок сегодня и рынок завтра. Рынок завтра. Его задача постоянно поток людей создавать к нашему бизнесу, удержать этих людей и возвратить этих людей. И еще дополнительно новые сегменты, новые каналы забитых, новые аудитории привлечь. Это его основная задача. Постоянно. Маркетолог что занимается, получается? Рынок создает нам. Постоянно сегодняшний рынок. Рынок будущий. Он изучает рынок будущий и говорит, что «Ребята, вкус наших потребителей меняется. Интерес наших потребителей меняется. Они хотят еще что-то. Им нужно еще что-то» и так далее. Он начинает говорить, наши конкуренты уже делят то-то, то-то, то-то. Нам нужны еще вот это, это и так далее. Нам нужен такой, чтобы вот эти вещи допускать и так далее. Вот маркетолог нам всегда создал рынок и нам направляет направлять например вот это смотрите это пол-литра до или литр пол-литра почему пол-литра они два литра вот эта работа маркетолога сникет например раньше был пол не по палка длинный палочка помните а потом его сделали три маленьких кусочками оказывается когда их делали вот это маленьким массовым кусочками рископродажа выросла как вы думаете почему потому что можно было делиться и можно было сохранить иногда для одного человека большой палка оказалось много и это привлек к тому что полтора раза продажа выросла вот эта работа маркетолога представляете вроде бы какая-то такая мелочь но это так как это вроде мелочь я помню что какой-то компания покупал из проктель гембель по-моему лет какой-то компания покупал на большую сумму денег один небольшой скрит для зубной пасты просто ему попросили чуть-чуть головку увеличивать чтобы быстрее заканчивалась а в год оборот будет определенный уровень больше потому что она же быстрее заканчивается он узнал сколько количество они продают он узнал а потом почитал что если они будут чуть-чуть головочку увеличивать она быстрее заканчивается и а больших объемах это какое количество в год до продажи будет 30 процентов продажа выросла за счет того что кто-то додумался всего чуть-чуть увеличивая вот это галочки зубной пасты иногда богатство там где мы не знаем не замечаем просто какой-то мелочь но мы не замечаем его кока-кола купили за миллион долларов форма эта бутылка у одного алкаша вы замечаете что форма кока-кола самый красивый она она очень симпатичная если внимательно посмотрите она реально очень она отличается среди всех пульт бутылки черт побери она как это приятно она какая-то привлекательная понимаете как бы ни было она другая вот эта форма бутылка это ход стеклянья ход там пластмассовый она как-то другая вот это алкаш на миллион долларов продали это наверное он постоянно сидел на бутылке смотрели выразили его у него появилась такой классная идея и на тебе это и у них реально пошло продажа больше эта форма запатентирована на большую сумму кока-колы никто не имеет права его повторить или дело то есть что хочу вернемся с тем значит рынок кто создает маркетолог они изучают тренды они изучают конкурентов они изучают буду ширине они изучают вкус клиента потребности клиента нужды клиента и так далее помним задача маркетинга что получается привлечь удержать возвратить еще что дополнительный новый рынок создать новое новый потребление то есть вот для это аудитория мы работаем искать возможность эта аудитория что хочет искать это возможность будущем это этот что хочет чтобы расширять расширять свою что аудиторию и так далее следующее кто нам нужно это кто получается? Юрист. Нам нужен юрист. Все юридические вопросы, кто отвечает? Потому что все надо делать законно. Нам нужно все делать законно. Если мы все делаем законно, дела пойдут очень хорошо. Все надо делать законно и правильно и так далее. Только таким образом можно добиваться реальных успехов и так далее. Вот получается у нас многие блоки. Перед налогами кто должен отвечать? Перед налогами и так далее. Это бухгалтер. Можем ли мы говорить налоги? Это закон. Можем ли сказать, что бухгалтер могут быть финансистом? Да конечно нет. Это совсем разные люди и разные функции. Разные вещи. Помните, я всегда вам говорил, на стратегическое собрание кого нельзя допустить? Бухгалтера. Я всегда вам сказал, что бухгалтер это агент государства внутри вашей компании, но за это вы платите. Странно придуманная система годами, тысячелетия. Государство придумало такую систему, что своего кадра держит у вас, вы ему платите. Вот внимание обратите. Поэтому финансы планируют так, когда стратегическое бухгалтера не пускаете. Это очень важно. Пусть финансист, пусть это все другие будут и так далее. Но не его. У вас останется только один. Кто это остался? Это тот, который отдел развития занимается, он связан с маркетингом. Они могут вот здесь работать. С продажами, с маркетингами. Они могут здесь работать. Можно сказать, совместно и так далее. Все. Если удастся. Вот это когда мы говорим команда, мы подразумеваем их. А сейчас уже конечно появится еще новое направление. Это IT. Потому что без которого не обойти. Digital marketing. IT, digital marketing, диджитализация. Правильно? Вот без него мы не обойдемся. Сейчас в данный момент. Почему? Потому что сейчас мы работаем в той сфере, где очень хорошо было бы, если у вас была диджитализация. Это IT. Не обязательно держать своего маркетолога, это IT-шника у себя. Но очень важно держать кого? Именно отдел, кто занимается digital marketing. Потому что без интернета рынок создавать, без интернета бизнес создавать сейчас невозможно. Согласны? Туда в это выходят и СММчики, и все подряды и так далее. Там дизайнеры, и СММчики, фотографии, кто там селит. Там армия тоже у них немало, кто там достаточно их хватает. Но без них уже делать бизнес нереально. Согласны? Время пришло к тому... Например, 20 лет назад никто не нужен был они. Их никто не искал. Никто не знал, что есть такое. Но сейчас они стали более актуальны, чем все остальные. Вот. Конечно, они могут подчиняться там отдел маркетингу. Они могут с ними быть. Это нормально. Но и отдел маркетинг у вас могут делиться на два части. Один час вот это, который занимается, другой час, который развитие занимается. То есть развитие, а не продвижение и так далее, и так далее. А это занимается как раз по интернету. Поток. Воронка создает поток людей и так далее. Теперь, когда мы говорим с вами, что вот задача владельца, нужно наши задачи найти вот этого человека в команде, который как типа руководителя, который либо исполнитель директора, либо кого вы имеете, топ-менеджера, который могут все это собрать. Вот это все собрать и делать. Это что-то нибудь дало, ребята? Да. Кто мне хорошо понял? Структура. Да. То есть получается, что один могут делать работу другого? Нет. Ребята, системно надо мыслить. Уйдите от экономии. Мой совет к вам. Не думайте о том, на входе экономить. Надо думать на выходе, что я получу. Посмотрите организм человека. Может ли печень делать работу сердца? Ну ладно, иногда же отдыхать бездельно, пусть помогает сердцу. Кто мне понял? Может ли почки помогать? Сердце без прерыва работает. Ладно, желудка же бездельничает полденья. Давай пусть помогай. Такого же нету. Каждый из них должен делать свою функцию, потому что это система. Вот это, пока понимание системы не появится, тяжело строить корпорацию или компанию и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова